Всем доброго-доброго времени суток. Мы с вами продолжаем наш курс основы физиологии. Сегодня у нас вебинар основы гимнодинамики. И наш несменный прекрасный специалист, врач, кандидат медицинского наука, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета, специалист отдела технической поддержки нашей компании, Арчебасова Елена Алексеевна. Хорошего вам занятия. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о такой теме, как основы гимнодинамики и о важном параметре гимнодинамики, который знают все, хотя бы что-то когда-то слышали, сталкивались с этим параметром. Это параметры артериальное давление. Узнаем, от каких компонентов оно зависит, как можно влиять на эти компоненты и таким образом регулировать артериальное давление. А также познакомимся с особенностями отклонения от нормальных цифр артериального давления, то есть таким состоянием, как артериальная гипертензия и особенности течения артериальной гипертензии у представителей вата, пита и капха. Итак, как мы сейчас сказали, артериальное давление – это основной параметр гимнодинамики. Если говорить языком цифр, то перед вами сейчас формула, где видно зависимость артериального давления. П – это давление, системное давление, давление крови в замкнутой системе сосудов. Так вот, П, или параметр давления, напрямую зависит от двух величин. Первая из этих величин, которая в формуле отображается буквой Q – это минутный объем крови. МОК. Минутный объем крови. Другими словами, это количество крови, которая находится в сосудистой системе. Этот параметр напрямую будет зависеть от способности сердца сокращаться и выбрасывать кровь в сосудистую систему. Второй параметр, от которого зависят цифры системного артериального давления. Этот параметр в формуле выражен знаком R. R – это не что иное, как периферическое сопротивление сосудов. ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов. Вот два параметра, от которых напрямую зависит величина артериального давления. Причем зависит напрямую. То есть, чем больше объемный кровоток, чем больше крови находится в сосудистой системе, тем давление будет выше. Чем выше сопротивление сосудов, тем также давление системное артериальное будет также повышаться. Таким образом, влияя на эти два параметра, можно регулировать цифры артериального давления. Происхождение давления. От чего же зависит вообще происхождение артериального давления? Ну, прежде всего, артериальное давление обеспечивается работой сердца. Как вам известно, сердце – это насос, который перекачивает кровь в замкнутую систему сосудов. Так вот, от состояния сердечной мышцы, от сократительной способности сердца будет зависеть параметр артериального давления. А также второе условие – это наличие замкнутой системы сосудов. Кровь двигается по замкнутой системе. Это одно из условий формирования артериального давления. Следующее условие – это наличие тонуса сосудов. И напрямую от этого параметра будет зависеть и сопротивление сосудов. Таким образом, вот они три условия, которые обеспечивают формирование артериального давления. Итак, артериальное давление – это давление крови на стенки артерий. Как вам известно, артериальное давление мы замеряем при помощи тонометра на плечевой артерии. Таким же успехом мы можем замерить давление на любую артерию. Таким образом, те цифры, которые мы получаем – это цифры давления в сосудах. Давление в сосудах высокого давления, то есть артериальных сосудов. Поэтому мы говорим «системное артериальное давление». И как мы сейчас с вами поняли, это системное артериальное давление, оно зависит от насосной функции сердца, и эластичности кровеносных сосудов. Когда происходит измерение артериального давления, все мы знаем, получаем две цифры – верхнюю и нижнюю. А верхняя цифра артериального давления называется давление систолическое. Слово «систола» означает сокращение сердца. Значит, напрямую показатели систолического артериального давления или верхнего артериального давления – эти цифры, которые объясняют способность сердца к сокращению. Другими словами, систолическое давление – это максимальное, – это самое высокое давление крови на стенку артерий в то время, когда сердце сокращается. А именно мы будем говорить о сокращении желудочка. А еще, чтобы быть более точным, мы будем говорить о сокращении левого желудочка сердца, того желудочка, который за счет своей сократительной способности, то есть за счет той силы, которую он развивает, выбрасывает, проталкивает кровь в сосудистую систему, которая начинается таким сосудом, как аорта. Так вот, верхняя цифра артериального давления – это то давление, которое оказывает кровь во время систолы левого желудочка. А значит, этот показатель будет зависеть напрямую от того объема крови, который левый желудочек будет выбрасывать в аорту, а объем крови напрямую зависит от сократительной способности сердца, то есть от способности сердца развивать давление в левом желудочке, обеспечивать кровь нужной генетической энергией для того, чтобы она выбрасывалась в сосудистую систему. Так вот, подведем итог. Систолическое давление – это верхнее давление, оно обусловлено работой сердца, конкретно левым желудочком, в момент его сокращения. Нормальные цифры верхнего артериального давления колеблются примерно, как мы вот здесь видим, от 100 до 139 миллиметров ртутного столба. 139 – это верхний предел так называемого верхнего нормального давления. В литературе вы можете встретить цифру 140, то есть 140 – это уже такое пограничное состояние между нормой и ненормой. В норме все, что меньше 140, от 100 до 139 считается нормальным систолическим давлением. Вторая цифра, которую измеряем при определении артериального давления – это диастолическое давление или нижнее давление, другими словами. Раз оно называется диастолическое, значит, оно соответствует второй фазе сердечного цикла – диастоле. То есть в это время сердце находится в состоянии покоя, оно расслаблено. Когда сердце находится в состоянии покоя, то камеры его расслаблены, клапаны открыты, сердце заполняется кровью. А самое главное – давление в полостях сердца нет. Давление в диастолу во всех камерах сердца, в том числе и левом желудочке, равно нулю. Но давление, которое мы измеряем, давление диастолическое, нижнее, а, как известно, никогда не падает до нуля. Мы измеряем его в пределах где-то в норме от 60 до 90 мм штутного столба. Можно задать вопрос, а почему, если давление диастолическое обусловлено расслаблением сердца диастолой, а в это время в сердце давления нет, оно нулевое, почему же давление в сосудах не снижается до нуля? Почему оно все равно поддерживается вот на таких вот цифрах от 60 до 90? Чем это обусловлено? Обусловлено это состоянием сосудов, а именно сосудов эластического типа, к которым относится самый главный, самый крупный сосуд по всей сосудистой системе – это аорта. Итак, давайте посмотрим вот на приведенный слайд. Аорту еще относят к компрессионному отделу сосудистого русла. От слова «компрессия» – «давление», сосуд с высоким давлением, сосуд эластического типа. Что это значит? Тогда, когда сердце выбрасывает кровь в аорту, выбрасывает оно, как мы сейчас поняли, под высоким давлением, выбрасывается приличный объем крови, то вот этот большой объем крови полностью забирает в себя аорта за счет так называемого свойства эластик. Посмотрите, аорта, будем так говорить, способна к растяжению и забирает в себя дополнительный объем крови. Это произошло в систолу. Когда же случилась диастола, и сердце не оказывает никакого влияния на сосуды, оно расслаблено, то вот тот объем крови, который забрала в себя аорта за счет своих эластических свойств, он теперь как бы выталкивается, подталкивается в общее сечение сосудов, и таким образом кровь постоянно двигается и оказывает давление на стенки сосудов. Этим и обусловлено нижнее диастолическое давление. То есть мы будем говорить, что нижнее диастолическое давление, оно соответствует действительно фазе сердца и астроле, но оно обеспечивается эластическими свойствами сосудов, в частности, аорты. Следующий компонент, который немаловажен и который связан напрямую с цифрами артериального давления, это давление пульсовое. Что же такое пульсовое давление? Итак, пульсовое давление – это разница между показателями систолического и диастолического артериального давления. То есть, если измеренное артериальное давление, оно составляет, допустим, 120 и 80, то пульсовое давление будет равно 40. Итак, зачем нам нужно знать этот параметр и что он отражает? Пульсовое давление отражает эластические свойства магистральных сосудов и функцию левого желудочка, то есть сократительную способность сердца. Норма пульсового давления составляет примерно от 40 до 50 мм ртутного столба. Соответственно, показатели пульсового давления могут изменяться. Таким образом, уровень пульсового давления, он как раз и отражает так называемый реальный возраст артериальных сосудов. И вот этот реальный возраст, он не всегда совпадает с возрастом биологическим. Давайте разберем две ситуации. Первая ситуация, когда пульсовое давление повышается. То есть разница между систолическим и диастолическими показаниями составляет более чем 60 мм ртутного столба. Ну вот, например, измерили давление, и оно составляет 140 систолическое и 70 диастолическое. Так вот, высокое пульсовое давление, ну как бы, будем так говорить, вредно для организма, так как способствует ускорению естественного старения внутренних органов, особенно сердца, мозга и почек. Ну, такое может случиться. Итак, наиболее распространенные причины повышения пульсового давления. Так как мы сказали, что пульсовое давление напрямую зависит от эластичности сосудов и от сократительной способности сердца, то вот здесь и будем искать причину. Ну, прежде всего, это жесткость крупных артерий. Давайте себе представим, что сосуды крупные, ну, допустим, аорта, изменила свои эластические свойства, и сосуд стал жестким, не потерял такое высокое свойство упругости, эластичности. Тогда давайте представим, сердце должно вытолкнуть кровь в эту сосудистую систему, в этот жесткий сосуд, который, будем говорить, сопротивляется. Значит, сердце должно развить большее давление, а значит, сильнее сократиться, чтобы выбросить кровь в сосудистые артерии. Итак, жесткость крупных артерий, изменение сосудистого тонуса может быть связано с атеросклерозом, вот здесь даже на рисунке представлено, как выглядит просвет сосуда при атеросклеротическом поражении. Также это может быть связано с сердечной недостаточностью. Что это такое? Сердце не справляется со своей обязанностью, страдает его насосная функция, его способность к сокращению. Сердце сокращается слабо и не может полноценно вытолкнуть, будем так говорить, прокачать нужный объем крови в сосудистое русло. Сердечная недостаточность. Пульсовое давление высокое может также быть при анемии, беременность, берем как физиологическое состояние. Это какие-то стрессовые ситуации, связанные с выраженным беспокойством, изменения со стороны сердца, нарушения проводимости, это мы будем говорить о блокадах сердца, ну и в целом изменения сосудистого тонуса, одно из правлений которых является повышение внутричерепного давления. Обратная ситуация. Пульсовое давление может быть пониженным. Итак, пониженное пульсовое давление, разница между систолическим и диастолическим давлением, менее 30 мм рт. ст. Например, цифры давления при измерении составили 125 систолическое и 100 диастолическое. Почему такое может быть? Итак, распространенные причины этого состояния. Ну, прежде всего, конечно же, это снижение сократительной способности сердца, то есть, как мы видим здесь написано, снижение ударного объема левого желудочка, то есть того объема, который левый желудочек выбрасывает во время своего сокращения, ударный объем. Это чрезмерная тахикардия, то есть, понимаем, учащенное сердцебиение. При тахикардии желудочки не могут полноценно заполниться кровью во время, так скажем, своего отдыха. В результате такого учащенного сердцебиения им приходится выбрасывать тот небольшой объем крови, который в них поступает. А если идет небольшой объем крови, выбрасывается левым желудочком, значит, соответственно, не могут быть высокие цифры систолического давления. Ну, а также это может быть связано с изменением сосудистого звена, в частности, с повышением периферического сосудистого сопротивления. Периферическое сосудистое сопротивление, давайте здесь немножко остановимся, создают сосуды, которые мы будем относить к сосудам мышечного типа. Мы сказали, аорта – это сосуд эластического типа, а есть еще сосуды мышечного типа. Это те сосуды, у которых развита мышечная оболочка, и эти сосуды у нас называются артериулы. Не артерии, а артериулы. Это более мелкие артерии. Так как нехорошо развита мышечная оболочка, то, соответственно, эту мышцу можно спазмировать, то есть сильно сократить. Давайте представим, если произойдет сильный спазм гладкомышечной оболочки сосудов, просвет их сужается. Если просвет сужается, то кровь, двигаясь по сосудам, будет испытывать максимальное сопротивление, очень выраженное. И таким образом это отразится на показателях диастолического давления. Также, если мы говорим о сосудах мышечного типа, то можно снять вот этот вот спазм гладкой мышцы сосудов, и таким образом просвет сосуда будет шире, и крови протекать по такому сосуду будет гораздо проще. Тогда будет снижаться показатель в целом давления, в том числе и диастолического. Разбирая все это, мы с вами сейчас подтвердили, что в целом артериальное давление зависит от состояния от состояния сердечной деятельности и от состояния сосудистого звена. Изменяя работу сердца, уменьшая или увеличивая его сократительную способность, можно менять цифры артериального давления. Точно так же влияя на сосуды, а именно в основном на сосуды мышечного типа, на которые можно повлиять, либо увеличить их сократительную способность, либо ее снизить, можно так же повлиять в целом на цифры артериального давления. Вот здесь я привожу классификацию цифр артериального давления в норме и уже при патологии. Обычно принято считать, что нормальным цифрами артериального давления является 120,80. Обычно, когда такие цифры получают, обычно говорят, что у вас давление, как у космонавта. Да, действительно, 120,80 – это те показатели, которые являются среднестатистически нормальными, которые характеризуют оптимальную сократительную способность сердца и оптимальное состояние сосудистого звена. Однако выделяют нормальное давление, верхнее, как мы сейчас с вами выяснили, допустимый предел до 139, или, как принято говорить, до 140, а нижнее или диастолическое до 89 или до 90. Поэтому вот эта граница 140 и 90, она является какой-то такой пограничной зоной, перейдя за которую, можно попасть уже в состояние, которое называется гипертензия. Гипертензия – дословно повышенное давление. Мы говорим, ну, сейчас так принято, да, в классификации современные заболевания, отклонения от нормы, называется артериальная гипертензия. Как мы видим, выделяют три степени артериальной гипертензии. Цифры вот здесь приводятся. Значит, первая степень до 159 и нижняя 99, вторая до 179 и нижняя 109, и уже третья степень – это 180, систолическое давление и выше, а диастолическое 110 и выше. Артериальное давление является очень важным параметром гемодинамикой и в целом очень важным показателем состояния здоровья организма, так как отклонения со стороны артериального давления и стойкие его изменения приводят к различным взаимосвязанным с изменением давления состояний. Ну, как правило, приходится сталкиваться с повышением артериального давления, будем это говорить, скачки давления. Повышение артериального давления. Такое повышение артериального давления является мощным фактором риска для развития опасных осложнений, опасных заболеваний. Ну, как правило, это таких же каких-то сосудистых изменений. Но прежде всего это нарушение мозгового кровообращения. Острым нарушением мозгового кровообращения является состояние, которое называется инсультом. Высокие цифры давления также оказывают, да, вот это давление крови на стенку сосудов может оказать такое влияние, привести к разрыву этих сосудов и кровоизлиянию. Артериальная гипертензия, то есть стойкое повышение системного артериального давления, заставляет сердце работать с большей величиной, с большей нагрузкой. Давайте еще расскажем, что если в системе давление высокое, то сердцу как насосу нужно развивать силу гораздо большую для того, чтобы проталкивать кровь вот в эту вот систему с высоким давлением. В начале, конечно, возникают этапы адаптации, компенсации, возникает рабочая компенсаторно-приспособительная реакция, идет гипертрофия миокарда левого желудочка, это основной диагностический признак артериальной гипертензии. Мышца становится более выраженная, да, и нужно активно сокращаться, да, и развивать давление для того, чтобы проталкивать кровь. Но если ситуация не меняется, то вот эта гипертрофия мышцы, она может смениться постепенно и атрофией. То есть мышца не способна будет выполнять свою функцию, и это будет приводить уже к сердечной недостаточности. Итак, ну давайте немножечко коснемся еще и обратной стороны процесса, когда может происходить снижение артериального давления. Это называется гипотония. Гипотония – одно из условий, которые ухудшают качество жизни, потому что это приводит к снижению когнитивных функций. Когнитивные функции – это все, что связано с познанием, с обучением, снижается работоспособность, гипотония. Человек быстрее устает, он вялый. Если низкое давление в сосудистом русле, то, как мы видим, более медленно происходят обменные процессы, в том числе процессы газообмена, насыщение клеток кислородом, другими питательными компонентами, в результате чего возникает гипоксия, то есть кислородное голодание. Крайним проявлением гипотонии является резкое снижение артериального давления. Ситуация называется коллапс. Снижение артериального давления вплоть до нуля. Причин несколько. Наиболее такой причиной, известной, наверное, являются аллергические реакции, анафилактические реакции. Когда происходит резкое снижение артериального давления, в результате чего происходит нарушение питания головного мозга. В связи с этим расстройство сознания, ну и возможное развитие более сложных осложнений, таких как кома. Давайте разберем факторы риска. Факторы риска, которые могут способствовать развитию, все-таки тема у нас сегодня артериальная гипертензия, поэтому будем говорить о факторах риска, способствующие артериальной гипертензии. Давайте посмотрим. Ну, одним из факторов риска является мужской пол. Если мы говорим о возрасте довольно молодом и зрелом, то чаще всего изменение артериального давления развивается у мужчин, потому что женщины, они защищены наличием женских половых гормонов, эстрогенов. И они как бы находятся вот на страже, он так говорит, состояния сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если сочетать уже половые и возрастные характеристики, то мужчины в целом, а особенно мужчины старше 55 лет, женщины также будут подвержены развитию артериальной гипертензии, это возраст уже от 65 лет и выше, потому что уже гормональный фон изменился и достаточного количества эстрогенов уже нет. Одним из мощных факторов развития риском, приводящим к артериальной гипертензии, является курение. Про курение многие слышали, об этом много говорят, с этим происходит борьба на уровне уже государственном. Действительно так. Курение очень сильно изменяет состояние сосудов, влияет на сосудистый тонус и является провоцирующим фактором множества сосудистых заболеваний, в том числе и артериальной гипертензии. Следующим фактором риска является дислипидемия. Что это такое? Липидемия – это в целом содержание липидов, ну или по-другому жиров в крови. Дис – это нарушение. Давайте возьмем такой показатель липидного обмена, как холестерин, показателя которого тоже много говорится. И показатель холестерина в норме должен быть до 5 ммол на литр в норме. Поэтому все показатели, которые больше, чем 5 ммол на литр, они должны уже как-то заставить задуматься о каких-то изменениях. То есть изменения жирового обмена, в частности, показателя холестерина. Следующим фактором риска является нарушение углеводного обмена. Нарушение углеводного обмена, и вот здесь отдельно выделяется такое состояние, как преддиабет. Смотрите, не диабет, как самостоятельное заболевание, верифицированный диагноз, который устанавливается, а пока еще преддиабет, или так называемое нарушение нетолерантности к глюкозе. То есть, когда уровень глюкозы или гликемия, да, уровень глюкозы крови на пощак составляет стойка 6,1-6,9 ммол на литр, это тоже заставляет задуматься. Можно посмотреть еще ряд обследований, различные нагрузочные тесты, но тем не менее, это является одним из факторов риска для развития артериальной гипотезии. Следующий показатель – это абдоминальное ожирение. Что такое абдоминальное ожирение? Это отложение жира в области живота. И одним из диагностических признаков является окружность талии. Посмотрите, у мужчин это все, что больше 102 см, и у женщин это все, что больше 88 см отружной стали. Соответственно, нарушение липидного обмена, одним из этих факторов является такое проявление, как ожирение, рассчитывается индекс массы тела. Индекс массы тела, который также рассчитывается и на АПК видопульс. В вкладке статистика он рассчитывается автоматически. Все, что больше 30 кг на метр квадратный, единица измерения, идет как вес на рост в квадрате, значит, это будет уже свидетельствовать о увеличенной массе тела, то есть о проявлениях ожирения. Также нужно посмотреть на семейный анамнез. Семейный анамнез – это, будем так говорить, родословное. Наличие сосудистых заболеваний у своих ближайших родственников. Это таких, как стенокардия, инфаркт миокарда, транзиторные ишемические атаки тоже можно отнести к стенокардии и артериальная гипертензия. Сюда тоже также можно отнести. Вот факторы риска, на которые нужно обращать внимание, если мы думаем об артериальной гипертензии. Чем же проявляется артериальная гипертензия? Симптомы. Может быть, покажется парадоксальным, но иногда пациенты и не знают, что у них есть артериальная гипертензия. Ведь измерение артериального давления – это два показателя систолического и диастолического давления. Это объективные показатели, которые пациент может узнать только придя к врачу. А при этом он может жить, не измеряя артериального давления, не испытывая каких-то таких вот… на что он не обращает внимания. Ну, болит голова. Ну, привык он уже к этой головной боли, принимает какие-то таблетки, кто-то посоветовал, помогает, не помогает, голова болит. Что еще может быть? Могут быть головокружения, тоже могут не обращать внимания на этот признак. Могут мелькать какие-то мушки перед глазами. То есть человек может рассказать, что какие-то черные точки перед глазами мелькают. Вот эти вот незначительные жалобы или даже не жалобы, если сам доктор это выявит. Они могут, так скажем, заподозрить, а нет ли здесь повышенного артериального давления. Как правило, артериальная гипертензия выявляется случайно. Если вдруг пациент где-то измерил давление, цифры заставили его задуматься, он измерил еще раз, цифры вновь высокие. Может быть, он когда-то пошел на медобследование, и там у него замерили давление и указали на это. А как правило, в повседневной жизни люди живут с высоким артериальным давлением и особо на этом не обостряют свое внимание. А мы сейчас с вами разобрали, да, к чему может привести такое вот отклонение состояния здоровья. Может это привести к осложнениям. Ну, прежде всего, это сосудистые осложнения. Ну, мы уже сказали, это инсульт, как нарушение мозгового кровообращения. Это инфаркт. Ну, у нас, как правило, принято считать инфаркт миокарда. Да, конечно, инфаркт миокарда, то есть это все, что связано с нарушением трофики сердечной мышцы миокарда. Некроз, то есть простыми словами будем говорить, ну, отмирание части мышцы, да, и сердце перестает адекватно работать. Но инфаркт есть и всех других органов. Допустим, есть инфаркт почек. Там тоже может произойти нарушение питания за счет мощного спазмирования почечных сосудов, наступить инфаркт почки. Дальше. Сосудистые изменения. Это нарушение зрения, спазм сосудов. Поэтому всегда, когда идет речь о постановке диагноза артериальной гипертензии, пациентам смотрят глазное дно и оценивают состояние сосудов глазного дна. осложнение, это, конечно же, сердечная недостаточность. И вот о чем я говорила, это почечная недостаточность. То есть осложнение очень и очень серьезное. Давайте поговорим, исходя из того, что мы знаем, о профилактике артериальной гипертензии. Ну, профилактика самая простая. Лучше, как говорится, предупредить, чем потом лечить. Профилактика. Ну, конечно же, это... Не курить. То есть отказ от сигарет. Следующее. Вести активный образ жизни. То есть заниматься физическими нагрузками. Физические нагрузки самые простые. Хотя бы проходить не менее трех километров в день. Хотя бы просто ходить несколько остановок. Либо это 30 минут активной физической нагрузки. Это обязательно контролировать свое давление. И знать, что пограничными цифрами являются цифры 140 и 90. Правильно питаться. Здесь мы сегодня немножко остановимся. Потому что правильная диета является очень мощным фактором как в предупреждении, так и в лечении артериальной гипертензии. Ну, прежде всего, вот как здесь нарисовано, нужно употреблять больше овощей и фруктов не менее пяти порций в течение дня. А также нужно следить, ну, будем так говорить, за своим внешним видом. А под этим мы подразумеваем объемы, да, окружности талии. То есть смотреть за состоянием своего абдоминального отложения жира. То есть эта талия у мужчин должна быть меньше 102 и меньше 88 сантиметров у женщин. Итак, диета при артериальной гипертензии. Ну, прежде всего, нужно, как мы сейчас с вами сказали, есть больше овощей и фруктов и ненасыщенных жиров. К ненасыщенным жирам будут относиться растительные масла, растительные жиры. Мы с вами уже знаем, что во всех растительных жирах и в растительных маслах нет холестерина. А там есть другое вещество, которое, наоборот, борется с вредным холестерином. Снижение в рационе питания жиров животного происхождения, в которых как раз и содержится холестерин. Нужно есть больше злаковых, рыбы. Если мы говорим о птице, то мясо птицы, само мясо птицы, нужно его очищать, так скажем, убирать с него кожицу. Потому что в кожице, допустим, той же самой курице, содержится колоссальное количество холестерина и орехи. Меньше сладкого, меньше жирного мяса. И употреблять продукты, в которых содержится много минералов, микроэлементов, таких как магний, калий и кальций. И обязательно ограничения по соли. И вот совсем недавно, когда я проводила очередное обучение, у нас с одним из пользователей прям сложились целые дебаты по употреблению соли. Соль, натрий, да, макроэлемент, который мы употребляем в граммах, конечно, должен присутствовать в рационе питания, без него никуда. У нас осматическая концентрация плазмы крови на 0,9 поддерживается за счет хлористого натрия. Тем не менее, натрий – это мощный осматический компонент. И я привожу здесь слайд одного из наших предыдущих вебинаров, где мы говорили, что среднее потребление соли за сутки должно быть где-то в пределах 2-3 граммов. Да, натрий нужен. Он необходим для нормальной передачи нервного импульса. Передачи импульса с нерва на мышцу. Это транспорт различных ионов. Но гипернатриемия, повышенное содержание натрия в крови, связанное с переизбытком натрия в пище, будет способствовать тому, что изменяется функционирование коры надпочечников. Железа внутренней секреции, которая продуцирует такой гормон, как альдостерон, и запускается очень сложная система, которая приводит к тому, что увеличивается в итоге объем циркулирующей крови. Объем циркулирующей крови, мы говорили, это один из факторов, способствующий повышению артериального давления. Итак, подводим итог диеты и говорим, что здоровое питание является одним из средств управления артериальной гипертензией. Теперь перейдем к основным, так скажем, особенностям проявления артериальной гипертензии у представителей различных типов – вата, пита и капха. Итак, давайте посмотрим на артериальную гипертензию вата типа. Нужно сказать, что здесь артериальная гипертензия, она сама по себе не постоянна. То есть нет такого вот стойкого и постоянного повышения артериального давления. То есть сопровождаются какие-то такие скачки, и эти скачки могут быть довольно высокими отклонениями артериального давления. Сопровождаются, как правило, это вата тип нервными расстройствами, связанные с переутомлением, перенапряжением, каким-то повышенным спокойствием. При этом пульс нерегулярный, изменчивый, как по частоте, так и по наполнению. И, как правило, повышение артериального давления, она является сопутствующим фактором нервным расстройствам. То есть давайте еще расскажем, что при вата типе артериальная гипертензия, она не постоянна. Она сопровождается резкими отклонениями со стороны вот лебаний цифр давления. Если мы будем говорить об артериальной гипертензии представителей ПИТА, ТОШИ, или представителей Огня, то что мы здесь увидим? Здесь артериальная гипертензия уже стойкая. Цифры довольно высокие и стабильные. Здесь все признаки артериальной гипертензии, что называется, на лице. Так как наблюдается гиперемия лица, то есть покраснение лица, глаза воспаленные, здесь выраженные головные боли, здесь могут быть носовые кровотечения, это один из признаков ярко выраженной артериальной гипертензии, спазмирование мелких сосудов слизистой носа в результате повышенного артериального давления приводит к носовому кровотечению. Это люди раздражительные, дневливые. Но если мы говорим о представителях ПИТА типа, то вот эти состояния, они нередко бывают при расстройствах печени. Итак, у представителей ПИТА типа артериальная гипертензия стойкая. Если мы будем говорить о проявлениях артериальной гипертензии КАПХА типа, то здесь нужно посмотреть на внешний вид пациента. Здесь, как правило, пациенты страдают ожирением. Характерное проявление в виде отеков, склонность к отекам, к отечности, да, это выраженность вообще КАПХА ДОШИ. Высокий уровень холестерина, если посмотреть показатели, биохимические показатели крови. И для КАПХА типа характерно очень устойчивое повышение артериального давления, которое очень трудно поддается коррекции. То есть, если посмотреть на проявление артериальной гипертензии по всем трем типам, то проявление артериальной гипертензии у представителей КАПХА типа наиболее трудно будет снизить и добиться каких-то стабильных результатов. Рекомендации при артериальной гипертензии у представителей ВАТА типа. Вот здесь вот мы будем говорить о том, что состояние будет улучшать молочный отвар мускатного ореха или порошок сыросват. Сегодня, если мы говорим о различных проявлениях артериальной гипертензии, связанных с особенностями аюрведическими, то сегодня немножечко, опять же, я буду делать уклон в сторону общеизвестных аюрведических компонентов трав, которые наиболее всем известны. Это такие, как порошок сыросват или препарат сыросвата. Дальше, это тонизирующее лечение при помощи препаратов на основе ашваганды. Дальше, хороший состав получается вот как раз из ашваганды, валерьяны, брами в равных частях. В качестве анопаны, то есть основы, используют ги. Ну, ги – это основа, то есть всем, наверное, известно, что это топленое масло. То есть вот эти вот все травки в очень-очень измельченном варианте, они смешиваются под топленое масло. Это показано как раз для представителей фототипа. Рекомендации при артериальной гипертензии питотипа. Здесь полезны горечи. Это сок алоэ, барбарис, татука. Рекомендуется очищение при помощи горьких слабительных, таких как алоэ, ревень, сена. Специальное средство для успокоения ума в таких случаях – это брами. Используются составы на основе брами, опять же, порошок саросфат и брами-шлемник в равных частях. Для питотипа идет применение в качестве отвара. Капха тип, рекомендации. Вот посмотрите, да, какое отличие от представителей вата. Здесь нужно избегать употребления молочных продуктов. Молочные продукты, как известно, они способствуют слизеобразованию. Капха типу это не рекомендовано. Значит, молочные продукты нужно избегать. Сливочное масло. Это яйца, продукты с большим содержанием жира. Но полезны красный перец, мира, чеснок, пустырник, ягоды боярышника. А также препараты на основе арджуны. Ну и состав трикат. И представителям капха типа будет противопоказана кислотка. Общий принцип составления фитосбора при артериальной гипертензии. Вот сейчас оторвемся пока от всех типов. Общий принцип при составлении фитосбора при артериальной гипертензии. Он должен включать в себя фитосбор 4 компонента. Первый компонент, так давайте их назовем, это седативный компонент. То есть те препараты, которые будут направлены на успокоительное действие. Второй компонент это теоретическим свойством должны обладать препараты, то есть мочегонным. Третий компонент это гипотензивный. И четвертый метаболизирующий. Или по-другому его еще можно назвать витаминный. Вот 4 компонента, которые должны входить в состав фитосбора. Если говорить о представителях трех типов вата-пито-капха, то для представителей вата-типа особый упор нужно сделать на седативный компонент. Беспокойство, болезнь ума, выраженная тревожность. Для представителей капха-типа, так скажем, особое внимание уделить компоненту диуретическому. Застойное явление, повышение отечности, повышенное количество жидкости. А для представителей пито-типа непосредственно сделать особый упор на гипотензивный компонент. Все вы знаете, работая на АПК-видопульс, что определяя баланс ДОЖ, здесь я привожу пример, выраженный дисбаланс по вата-ДОЖ, вата-тип. Соответственно, в модуле фито можно задать в нозологическом фильтре конкретную проблему, а это патология сердечно-сосудистой системы и именно гипертония, о которой мы говорим. И нам идет подсказка в виде выделенным жирным шрифтом тех компонентах, на которых нужно обратить внимание и остановиться при выборе коррекции повышенного артериального давления, ну, в данном случае для представителя вата-типа. Теперь давайте поговорим об основных диагностических критериях, которые могут, так скажем, задуматься о том, глядя на которые, можно задуматься о том, а нет ли здесь изменения со стороны артериального давления в сторону артериальной гипертензии. Сейчас мы поговорим о диагностических признаках на ведопульсе, которые могут заставить задуматься непосредственно об артериальной гипертензии. Давайте посмотрим недана-тхату. Модуль недана, вкладка тхату, ткани. Ну, прежде всего, нужно посмотреть на состояние двух тканей. Это такие ткани, как тракта-тхату и мамса-тхату. Мы эти ткани уже разбирали на предыдущих вебинарах, ну, теперь вот относительно артериальной гипертензии. Значит, эти две ткани могут изменяться от нормальных величин, то есть они могут быть как в желтой зоне, то есть в заниженном количестве, да, вот как на первой слайде я привожу пример, где рак-то выражено в низком показателе, а мамса, наоборот, очень значительно выражены и попадают в значение больше четырех в красную зону. И второй, значит, скрин, где и рак-то, и мамса находятся в выраженном красной зоне, то есть более четырех. Следующим признаком, на который можно посмотреть, это, опять же, модуль НИДАНО, но это теперь уже вкладка СУПДОШа. Вот здесь давайте пройдемся по всем трем МАХА ДОШам. Значит, нужно обратить внимание на изменения ВИЯНА ВАТА. Давайте посмотрим. ВАТА ДОША, ВИЯНА ВАТА. Это вот под значком ВИДОПУЛЬС, прям как раз скрин расположен. Значит, ВИЯНА может быть как в низких показателях, то есть в желтой части спектра, так и в красную часть спектра уходить, то есть отклонение от нормы может быть по ВИЯНА ВАТА. Если мы посмотрим на показатели по ПИТО ДОШЕ, то нужно обратить внимание на Ранджака ПИТО. Ранджака ПИТО может быть также в двух состояниях. Вот как здесь, она может быть либо в заниженных показателях в желтой части спектра, либо уходить в красную часть спектра, то есть находиться в состоянии напряжения. Если мы посмотрим на КАПХА ДОШУ, то здесь нужно обратить внимание на АВАЛАМБАКО КАПХУ. Вот посмотрите, АВАЛАМБАКО КАПХА, здесь единственный вариант отклонения, который может свидетельствовать изменение артериального давления. АВАЛАМБАКО всегда показатель более четырех, то есть этот показатель в СУПДОШУ уходит в красную часть спектра. Я постаралась найти те ситуации, которые как раз отражают проявление отклонения со стороны артериального давления. Следующий модуль, на который можно обратить внимание, это модуль биоэнергетика, в частности, можно посмотреть чакры. Чакры, смотрим на чакру АНАХАТА. АНАХАТА или по-другому сердечная чакра. Здесь ее отклонения могут быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Я сейчас вижу вопрос, сразу отвечу. Мы говорим сегодня об артериальной гипертензии. Значит, если мы говорим об артериальной гипертензии, то мы посмотрим на АНАХАТА и видим, что показатель более пяти уходит в красные значения. И вот здесь этот показатель показан 7,8. Дальше. И последнее, на чем мы остановимся, о признаках, так скажем, артериальных гипертензий, которые могут нас натолкнуть мысль об этом. Это модуль меридианы. Нужно посмотреть на такие меридианы, как пятый, значит, меридиан сердца, да, другими словами. Мы смотрим на меридиан девятый, десятый, двенадцатый, то есть это меридиан перикарда, трех обогревателей и меридиан печени. Вот что хотелось бы сказать на меридианах. Мы знаем, что меридианы могут находиться в двух крайних состояниях, таких как истощение и напряжение. Так вот, эти меридианы могут находиться как в состоянии напряжения, так и истощения. Если мы видим, что меридиан находится в состоянии напряжения, то это, как правило, говорит о какой-то остроте и выраженности процесса, то есть, как правило, о яркой выраженности артериальной гипертензии. Если мы видим какие-то меридианы, здесь перечисленных, которые попадают в желтую часть спектра, то это говорит о таком состоянии, как адаптация. То есть, артериальная гипертензия у человека протекает уже давно и длительно, и к повышенным цифрам артериального давления он уже адаптировался, если так можно сказать, привык. Он живет с этими цифрами высокого артериального давления. И поэтому некоторые меридианы могут находиться и в желтой части спектра. Ну вот здесь я постаралась также сделать скрин, где видно, что некоторые меридианы из нами перечисленных могут находиться как в состоянии истощения, так и в состоянии напряжения. Вот если посмотрим на крайний правый скрин, то меридиан сердца находится в состоянии выраженного напряжения. Причем меридианы нужно смотреть по сочетаемости, да, то есть они могут быть часть в красном спектре, часть в желтом. Это всегда говорит о том, что идет дисбаланс со стороны сосудистого тонуса. То есть не обязательно все должно быть в красном или все должно быть в желтом. Если меридианы могут быть и там, и там, дисбаланс сосудистого тонуса, то это нарушение регуляции артериального давления, как правило, в сторону его повышения, что свидетельствует об артериальной гипертензии. Ну вот здесь я хочу сказать всем большое спасибо. Я сейчас посмотрю вопросы, которые есть, стараюсь на них ответить. Столическое давление варьируется от 140 до 160, а здесь столическое от 70 до 80. Это называется, что в зависимости от разной ситуации идет реакция сердечно-сосудистой системы на эту ситуацию. Либо это вы в состоянии полного покоя измеряете, либо это вы измеряете после какого-то волнения, либо после физической нагрузки. Попробуйте сделать давление, измерять либо в одно и то же период дня, в какой-то определенный час, либо, соответственно, утро-вечер, и там уже нужно смотреть, а на фоне чего идет изменение артериального давления. Ну, то есть как бы здесь сложно сказать. Может быть, это реакция на физическую нагрузку, либо на стресс. Если нет, то здесь, конечно, нужно смотреть еще на определенные показатели и разбираться, с чем это связано. На правой руке давление 123,77, на левой 140,80. Как объяснить такую разницу? Ну, берем среднее давление между правой и левой, так скажем, руками. Поэтому лучше измерить механическим тонометром артериальное давление и взять что-то среднее. Но в том и другом случае показатели давления от нормальных не отличаются. Можно рассказать про гипотензию. Ну, сейчас у нас времени про гипотензию рассказать уже нет. Это, возможно, мы сделаем в следующем вебинаре небольшую часть и посвятим ее отклонениям артериального давления в сторону понижения. Вы говорите, что лечить артериальное давление питотипа длительно. А какой период эффекта можно пообещать пациенту? Период – это вы имеете в виду, что через какое время у него давление нормализуется? Ну, сложно очень сказать, что можно пообещать пациенту. Ему можно пообещать следующее. Если он будет соблюдать все рекомендации, регулярно их выполнять, то он добьется стойкого понижения артериального давления. Если же он будет отклоняться от выполнения этих рекомендаций, то, соответственно, этого он не увидит. Так, я про гипотензию сказала. Ну, если вопросов больше нет, то я всем говорю спасибо. До свидания. О наших следующих вебинарах вы узнаете на нашем сайте. Спасибо большое, Елена Алексеевна. Благодарю вас. Нашим участникам спасибо, что вы наконец-то стали активными, стали пользоваться чатом, задать нам ваши вопросы. Хотелось бы напомнить, что у нас в этом месяце еще пять мероприятий, то есть еще одно мы добавляем. Вы скоро узнаете это в ресторанах. А насчет записи. Запись будет. В этот раз она будет выложена в группе ВКонтакте и на Ютубе. Ссылку я пришлю на вашу почту, которую вы указали при регистрации. А также в последнее время мы заметили, что у некоторых наши письма попадают в спам. Поэтому, пожалуйста, проверяйте вашу папку спам. Если такая ситуация случилась, пожалуйста, добавьте наш адрес, вашу адресную книгу. Если есть какие-то технические вопросы, связанные с вебинаром, я еще минуту-три здесь побуду и отвечу на ваши технические вопросы. Вопросы к Елене Алексеевне уже на следующем вебинаре, и он предположительно будет проходить в конце января. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...